Господин Кордес, в пятницу 27 июня в Брюсселе были подписаны соглашения об ассоциации с Евросоюзом Молдавии и Грузии, а также экономическая часть аналогичного документа с Украиной. Какие шансы появились теперь у немецкой экономики в этих трёх странах? Мы одобряем подписание соглашений, ведь они предусматривают создание зоны свободной торговли с Евросоюзом и в частности с Германией. В результате у немецких предприятий появляется больше шансов для экспорта. Однако нужны гарантии того, что после подписания соглашений экономическая ситуация в этих странах не ухудшится. Я имею в виду сотрудничество с Россией. Поэтому надо продолжать диалог с Москвой, чтобы такой угрозы не было. Если взглянуть на экономическую ситуацию на востоке Украины, насколько велика потребность в инвестициях в этом регионе? И существуют ли там фирмы, в сотрудничестве с которыми были бы заинтересованы немецкие предприятия или целые отрасли? Пока экономическая ситуация на востоке Украины ухудшается. Вчера мы как раз говорили об этом в Восточном комитете немецкой экономики. Все больше фирм перемещают свою деятельность на Запад Украины. Каким это приведет последствиям? Какие потребуются инвестиции? Ответить на эти вопросы сейчас при всем желании невозможно. А есть ли украинские товары, которые конкурентоспособны на европейском рынке? Такие товары есть. Про Украину часто говорят, что она житница Европы. Она просто предназначена для того, чтобы экспортировать продукты питания. Так было до сих пор, и я надеюсь, что так оно и будет. Для того, чтобы аграрный сектор стал более эффективным, потребуются значительные инвестиции. До сих пор в эту отрасль совершались вложения, и хочется надеяться, что они будут продолжены. Если мы посмотрим на торговлю с Россией, то заказы из этой страны немецким машиностроителям сократились на 60%. Выходит, что торговля с Россией разваливается окончательно? Это, конечно, преувеличение. Однако верно то, что развитие экспорта из Германии в Россию приостановилось. Тому есть несколько причин. В последние полтора года или даже больше российская экономика утратила динамику. Из-за кризиса многие стали проявлять осторожность. Инвестиционные проекты откладываются. И, например, из снижения продаж автомобилей мы видим, что российский потребитель начинает сомневаться. Никто не знает, будут введены санкции или нет. Все это не способствует созданию благоприятного климата для экономического развития. Но коллапса не будет. И мы надеемся, что уже в самое ближайшее время будет найдено надежное, крепкое, дипломатическое решение по выходу из кризиса. С тем, чтобы экономика снова смогла развиваться с нормальной скоростью. Каково сейчас настроение немецких предпринимателей, которые работают на российском рынке? Оно улучшилось или ухудшилось? Оно, конечно же, ухудшилось. Восточный комитет немецкой экономики недавно опросил более ста предприятий, которые работают в России. Из этого вопроса следует, что за последние шесть месяцев настроение значительно ухудшилось. Многие предприятия исходят из того, что рецессия будет не только на Украине, но и в России. Следствием такой оценки является осторожность при принятии решений об инвестициях и решениях, которые касаются экономической деятельности. Решение о третьей ступени экономических санкций в отношении России пока не принято. Какие последствия для германо-российского экономического сотрудничества имели две уже введенные ступени санкций? Первые две ступени санкций, запрет на въезд для некоторых россиян и черный список предприятий, которые не могут сотрудничать с компаниями из США, привели к состоянию неопределенности. А такое состояние, как известно, не способствует экономическому развитию. Пока ничего нельзя сказать о последствиях третьей ступени санкций, которых, хочется надеяться, не будет, так как мы не знаем, какие это будут санкции. Мы очень надеемся на то, что будет найдено такое дипломатическое решение, которое позволит создать атмосферу доверия для восстановления экономического развития.